Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о том, как растут и развиваются укорененные черенки винограда. У вас возникает множество различных вопросов. Я постараюсь максимально на них сегодня ответить и показать вам все наглядно на примерах. Первый важный момент. Каждое растение это индивидуальный организм и развивается по-разному. Даже если это черенки, взятые с одного куста, даже если это один и тот же сорт, они могут и укореняться с разной скоростью, и в дальнейшем расти тоже с разной скоростью. Это абсолютно нормально. Сразу наглядный пример. Сейчас показываю один и тот же сорт. Вот такой у меня есть побег. И вот рядышком, смотрите, вот большой побег. Эти два черенка высаживались приблизительно в одно и то же время. Но у одного побег еще коротенький, у второго уже достаточно большой, длинный с большими листьями. Вот этот побег, он уже приблизительно сантиметров 15. Черенок высаживался несколько позже, но тем не менее, видите, он по размеру больше, чем тот, который я показывала самым первым. Следующий пример, смотрите. Здесь побег, сколько? С мою ладонь, может чуть меньше. И вот еще один побег гораздо длиннее. Один и тот же сорт, и вот смотрите, даже толщина черенка. Вот этот и вот этот приблизительно одинаковая, а рост несколько разный. Дальше. Разные сорта тоже развиваются по-разному. Русские ранние. И сорта прибалтийской селекции дают вот такие вот длинные побеги. Вот такие они у меня уже длинные, а большие. Вместе с тем столовые сорта, особенно крупноплодные, будут в росте отставать. Я вам показываю черенки, которые высажены были приблизительно в одно и то же время. Смотрите, вот сенатор. Да, совершенно другая интенсивность роста по сравнению с вот этим лесом. Вот еще один яркий пример. Аркадия. Она пробуждает почки поздно, и побеги идут такие вот коротенькие, коренастые. Видите? Тоже приблизительно одно и то же время, когда черенки были высажены. Ну, разница такая очень заметная. Это абсолютно не повод для какого-то беспокойства. Это нормально. А здесь у меня реформ, и здесь тоже такой целый лес. Причем посмотрите, сколько гроздей. И, конечно, все, что хорошо перезимует, в этом году даст замечательный урожай, потому что гроздей немереное количество на черенках. Я кое-где просто не доложу их срезать, и гроздей реально много. И вот, смотрите, для примера, вот этот вот ряд, может быть, не очень будет видно, но это реформ. И сапога здесь, а рядочком у нас Армания и Красотка. Приблизительно одно и то же время, когда мы высаживали, но разница в росте очень сильная. Там вот тоже полно гроздей. Гроздей надо убирать. Кое-что где-то далеко даже цветет. Я просто не исправляюсь, что все это долезть и убрать. Но гроздей убрать надо. Здесь вот русский ранний, и прямо целый лес. Тут больших и длинных побегов. Еще один частый вопрос. Вы обнаруживаете вот такие вот шарики, и это начинает вызывать беспокойство. Никакого беспокойства. Это жемчужные железки. Естественно, она остается на моей руке. Такие могут быть упругие, могут быть мягенькие. Ничего страшного, так и должно быть. И вот это вот коричневое, это тоже чешуйка. То есть с этим саженцем все хорошо. Следующий момент. Коробит лист. Коробит его может по-разному. Может коробить немножко, может становиться куполом. Это признак для беспокойства. Это переувлажнение. Причем, смотрите, вот здесь, например, с этим саженцем я справилась. Здесь вот этот листик еще отреагировал. А верхние уже нормальные. Вот смотрите на этом примере. Вот листик тоже такой куполом. А вот у этого листика начинает сохнуть край. И вот это очень серьезный повод для беспокойства. Напомню, лист становится куполом от переувлажнения. И когда край листа начинает сохнуть, это явный знак о том, что начинаются загниваться корни. Срочно пересаживаем в более сухую землю. Обязательно меняем грунт. Все вытряхиваем. Удаляем подгнившие корешки. Про полив мы говорили много раз. Но еще здесь акцентирую ваше внимание. Если у вас прозрачные емкости. И вы видите белые корешки. И вот такой лист. Это тоже повод для беспокойства. Потому что корешки отгнивают от основания черенка. Вы еще видите их белыми. А на самом деле они уже могут быть отгнившие. Обращайте на это внимание. Это очень важно. Много раз об этом говорилось. Говорила я и про режимы полива. Но тем не менее вопросы возникают. Вот я показываю, как это выглядит на самом деле. Еще раз вернемся к деформированным листикам. Вот пошел такой купол. Хотя бы порыхлите земельку. Возьмите какую-нибудь деревянную палочку. Ну что-нибудь такое. И аккуратненько порыхлите. Чтобы максимально туда был доступ воздуха. Потому что некоторым кажется, что ой, ну я же не переливаю. Я же не переувлажняю. Все хорошо. Нет, не все хорошо. И об этом растение сигнализирует. Поэтому посмотрите, проверьте. Чтобы земелька была максимально воздушная. И несколько влажная. Но ни в коем случае не мокрая. Если листик вот такой. Пошел в крапинку. Это никакая ни трипса и ни клещ. Это физиологическое нарушение. Тоже из-за неправильного водного режима. Называется аэдемом. Исправить этот лист. Вот так он выглядит сверху. Исправить эти листья мы не исправим. Можем отрастить новые. Не повод для беспокойства. Просто следить за водным режимом. И за тем, чтобы был достаточно влажный воздух. Потому что от сухого воздуха такое нарушение тоже бывает. Если вы в квартирах не можете с этим справиться. Тоже ничего страшного. При высадке в открытый грунт. Все восстанавливается и все нормализуется. Наше жилище, оно не приспособлено для того, чтобы виноград там жил. И не всегда ему это нравится. Пробуждаться почки тоже могут по-разному. Могут быть вот так. Тут двойничок. Одному выломаем. А могут вот так. Видите? Тут гроздочки сразу идут. Ну, гроздочки, смотрите, мы убираем тогда, когда мы можем их убрать безболезненно для всего растения. То есть, ну, так, чтобы не повредить основной побежек. То есть, видите, разница какая. Вот здесь у нас такие листики хорошенькие побежек. Здесь фактически вот гроздочки. Если пробуждается вот такая вот белая почка. Хотя она стоит на хорошем цвету. Тоже нормально абсолютно. Такое бывает. Бывает у некоторых сортов. Кстати, при балте у них сразу листик выходит такой бледный, желтенький. Иногда прям белесый. Даже у темных сортов ничего страшного. Для них это характерно. Для других сортов. Вот иногда тоже бывает, что вот такой вот белесый. Выходит побег, несмотря на то, что он на хорошем солнце. Это нормальная сортовая особенность. Потом цвет приобретется такой, какой нужно. Вот, смотрите, еще у меня такой один бледнолицый. Прямо вон гроздочки, да. И очень белесые листики. Хотя это темный сорт. Бывает, ничего страшного. Постепенно придет в норму. Несмотря на то, что вот здесь, ну, такое самое светлое место. Казалось бы, всего должно хватать. Ну, можем столкнуться и с таким. Вот, смотрите, еще пример. Верхний побег зелененький. Лененький, нижний вот совсем такой бледненький. Хотя в таком состоянии вообще обычно даже из земли почка выходит достаточно зеленая. А тут бледный. Ничего страшного. Ну, поскольку вот здесь два побега, то можно нижний этот слабенький обломать, чтобы он не тянул силы. Вот еще, смотрите, покажу одного бедолагу. На листике-то я сейчас пырскала их. Вот такой вот один листик и все. Что-то такое непонятное. Что это? Значит, такое бывает. Почему бывает? Скорее всего, что основная почка не проснулась по какой-то причине. И даже вероятнее всего, что она пересохла. Пошла замещающая и вот она слабенькая, вот она выпустила только один листик. Ничего с ним не делаем. Создаем максимально благоприятные условия. И ждем, в принципе, может потом выйти нормальный побег. Или из этой почки пойдет дальше в рост. Либо может быть откуда-то снизу еще, с нижней почки, которую мы не удаляем. Вот тоже примерчик. Основная почка вот эта вот. По какой-то причине что-то ей не понравилось. Она погибла, пошла замещающая. Потом вот эту уберем. Там еще сзади еще одна замещающая идет. Но мы посмотрим, какая из них лучше будет, какая из них выживет. Тогда худшую уберем. Если отсыхает верхушка или по какой-то причине ее нету, как здесь, что делаем? Подрезаем побег где-то на сантиметр от листика, чтобы полузелок у нас потом пойдет вот отсюда. Замещающий немножко камера не хочет настраиваться. Вот почечка под моим пальцем вот здесь. Оттуда пойдет, будет точка роста, и все пойдет хорошо. Почему такое случается? Иногда просто случается. Иногда это может быть какой-то недостаток питательных веществ, каких-то факторов, тоже переувлажнение. То есть мы просто смотрим, наблюдаем. Если видим вот такой лист, темные прожилки, все остальное светлое, это типичный хлороз. Невозможность усваивать некоторые микроэлементы. Из-за чего может возникать? Первое, плохой грунт. Слишком засоленный, слишком щелочной. Хотя у меня вот такой один экземпляр, все остальные его собратья прекрасно себя чувствуют и имеют замечательную зеленую листу. Ну вот один такой дружок, чего-то ему не хватает. Значит, плохой грунт раз, не подходящий для винограда. Второе, какие-то неблагоприятные условия. Слишком сухо, слишком холодно, слишком что-то еще. И поэтому растение вот так вот сигнализирует. Значит, что с этим делать? Создавать благоприятные условия, поменять грунт желательно. И можно опрыскать микроэлементы, либо полить под корень. Но мы помним, что с поливом мы работаем аккуратно, чтобы не перелить. То есть тогда, когда у нас земелька нормально просохнет, мы микроэлементы можем полить, разводим по инструкции. В этом плане, значит, из микроэлементов проще всего брать нано-плант. Ну, из того, что я, например, знаю. У него есть очень такая удобная фасовка. И там буквально по капелькам на 100 миллилитров можно все это отмерять. То есть для маленьких объемов это очень удобно. Порошковые вещи, они в основном расчет на 10 литров. И отмерить нужное количество будет сложно. В любом случае, даже если вот, то есть, опять же, этот листок, он не исправится, в дальнейшем будут отрастать нормальные листья. Если так получилось, что в квартире с этим справиться не можете, то потом при высадке в открытый грунт может пойти все хорошо. Там растению понравится, оно восстановит полностью свои силы. Если вы заметили хлороз на всех своих саженцах, то там 100% вопрос с грунтом. Ну, тоже помните, что у некоторых сортов лист, в принципе, довольно бледненький. Вот как здесь. Ну, он всегда такой. Здесь поводов для беспокойства нет. Это абсолютно нормально. Еще вы часто спрашиваете, надо ли подкармливать такие саженцы. Нет, мы ничем их не подкармливаем. Сейчас им должно всего хватать. Единственное исключение. Я вам показала хлороз. Но если хлороз у нас, допустим, на одном саженце, это одно дело. Повторюсь, если мы видим на всех вот такую картину, особенно если это разные сорта, значит, это 100% сигнал, что что-то плохо с грунтом. И его надо менять. Не бойтесь, можно менять, но только старайтесь это сделать аккуратненько, чтобы минимально повредить корешки. А так, в общем-то, ничего не надо. Но если очень хочется, для своего успокоения, раз за все время, можно попрыскать тем же наноплантом. Можно найти что-то другое. Какие-то микроэлементы, которые легко разводятся на небольшой объем. Либо полить под корень, но четко соблюдаем инструкции. Тоже, если очень хочется каким-нибудь окосилом, тоже можно попрыскать. Вреда от этого не будет. Но это абсолютно необязательный прием. Дальше вопрос, надо ли досвечивать, надо ли подсвечивать. Сейчас уже хороший световой день. Если ваши саженцы стоят на подоконниках, им света вполне достаточно. Я, конечно, свои немножко подсвечиваю, потому что есть средние полки, которые хорошо освещаются. Есть полка нижняя, там освещения не совсем достаточно, поэтому там я подсвечиваю. Дальше, если у вас саженцы стоят на южном окне, будьте очень внимательны. Потому что в пиковое значение, когда солнышко максимально светит, очень сухой воздух, очень высокие температуры. Я бы даже сказала экстремальные. То есть в таком случае, если нет куда перенести, притеняйте, ставьте у окна белые листы бумаги. Если у вас прозрачные емкости, тоже обязательно их притеняйте, потому что там корни могут буквально свариться. И вроде бы как бы и не переливали, да, и ничего не делали. А вдруг в один момент ваши саженцы погибли, лучше от этого уберечься. И лучше использовать какие-то окна, не северные, конечно, но там, где солнце не настолько ярко светит. Либо чуть-чуть, ну, по возможности, конечно, от окошка, от яркого света мы отодвигаем. По возможности немножечко притеняем. Западная сторона, западное помещение, температура 20 градусов. Влажность, мне кажется, немножко привирает. Здесь не может быть такая большая влажность. Но, тем не менее, ориентируемся пока что на температуру. И вот это южная сторона, температура 25, минут 30 назад здесь температура была даже 30. Сейчас просто солнышко спряталось и немножко меньше оно греет. При этом влажность, видите, здесь показывает 70. Это при том, что работал увлажнитель, я его только что выключила. То есть влажность гораздо ниже. Когда солнышко выйдет из-за туч, здесь будет такое очень жаркое место. Конечно, помним о влажности воздуха. Я тоже много раз об этом говорила вам, что те же вот некрасивые листики такие с точечками зелеными на обратной стороне, а Эдемы, может быть, в том числе и от слишком сухого воздуха. И когда воздух слишком сухой, листик винограда не может нормально и полноценно работать. Поэтому тоже стараемся как-то поддерживать. Если у нас рядышком батареи, и они еще греют, подумайте, может, какую-то там емкость на батарею поставить с водичкой, чтобы немножко смягчать это все было какое-то испарение. Раза два в день опырскиваете. Ну, видите, я показала вам в этом помещении влажность более-менее, а в другом, на самом деле, там сейчас солнце выглянет, и там будет очень сухо и очень жарко. То есть в таких помещениях особенно надо быть внимательнее. И еще один вопрос, который может у вас возникнуть. Могут ли такие саженцы чем-то вот в наших домашних условиях заболеть, и что с этим делать? В очень-очень редких случаях на таких саженцах дома может появиться Аидем. Аидем появляется он крайне редко, и в 100, наверное, процентах случаев тогда, когда вы начали укоренять слишком рано растение ослабленное, и Аидем на него может напасть, независимо от того, что у вас были замечательные чистые черенки, вы их перед проращиванием обработали, но тем не менее, на самом деле, все вот эти микроорганизмы, они находятся вокруг нас. И когда у нас что-то ослабленное, значит, микроорганизм начинает развиваться. Что делать в таком случае? Конечно, в таком случае можно и нужно обработать. Чем обработать в домашних условиях? Из того, что я знаю, есть такой препарат ПФК Алирос, продается в полулитровых баночках. Это препарат серы, дозировка где-то порядка 50 мл на 10 литров, но я думаю, что можете пересчитать на 100 мл, это будет 0,5 мл. Отмерить можно шприцом и попырскать. Только смотрите, это препарат серы, через 80 минут он уже разрушается, превращается в полезные микроэлементы для растения, но запах есть. Поэтому, например, с утра вы попырскали, ушли на работу, хорошо, если немножко оставили проветривание, в принципе, к вечеру, ну, может быть, чуть-чуть еле уловимый запах. То есть, ну, это то, чем действительно в домашних условиях как-то можно обработать. И желательно сделать две обработки с разницей где-то дней в 10, и тогда все у вас будет хорошо. Но я надеюсь, что вы с этим не столкнетесь. То есть, такое бывает крайне-крайне редко, и бывает это при раннем проращивании. И еще, что может появиться в наших помещениях, сама конкретно с виноградом ни разу не сталкивалась, сталкивалась с таким явлением на розах, но теоретически может быть и на винограде. Из-за слишком сухого воздуха может прийти паутинный клещ. Как выглядит на оборотной стороне листа паутинка, такая нормальная паутинка и темненькие, очень маленькие точечки. Причина сухой воздух. Борьба можно использовать тот же ПФК Лерос. Он прекрасно работает, в том числе и по клещу. Но, конечно, создавайте максимально благоприятные условия, которые вы только сможете создать. Только не путайте с естественным опушением листа. У некоторых сортов листик, вот он и снаружи такой будет, скажем так, мохнатенький. И с оборотной стороны у некоторых даже почти как у мать-мачехи. Вот такой он опушенный. Даже приближу. И на ощупь он будет мягенький. Вы это почувствуете. И напоследок напоминаю, что каждое растение развивается по-разному. Конечно, в идеале, когда к моменту высадки в открытый грунт, у нас уже такое достаточно хорошо сформировавшееся растение. Но, к сожалению, такое бывает не всегда, по очень разным причинам. И напомню историю мою прошлого года. У меня были покупные черенки, очень плохого качества, плохо вызревшие. И было два саженца. Я их высаживала в открытый грунт. Я на этом примере показываю. Вот они были приблизительно такие. Только вот таких листиков, наверное, было штуки 2 или 3. Вот таких малюсеньких. Не надеясь на какой-либо результат, я даже два саженца посадила в одну яму. Но с тем, чтобы, ну, хоть что-нибудь, а вдруг. Им очень понравилось. И за сезон почти полтора метра у меня выросла лоза и вызрела практически на всю длину. Поэтому, если у вас вдруг небольшой саженец к моменту высадки, ничего страшного, пугаться этого не стоит. Кстати, вот поскольку держу в руках, тоже покажу, смотрите, небольшой совсем побег. А корешок у нас уже вот он решил выйти наружу. Корешков тут много, так что вот он сейчас корешки эти сформировал и начнет активно развивать почку. Поэтому не отчаивайтесь, если у вас что-то идет не так, как на той картинке, которую вы увидели. Проявите немножко терпения и все будет с вашими саженцами хорошо. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще будет» ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!